В день рождения на работу экс-полузащитнику московского «Велеса» Александру Заикину исполнилось 31. Однако торжества отложены на потом. Именно в день рождения игрок пробует свои силы в футбольной «Воге». На первую после отпуска командную тренировку игрок прибыл в буквальном смысле слова с центрального железнодорожного вокзала. Агент предложил, я посмотрел, подумал, принял решение, что в принципе хорошая команда. Буду показывать, доказывать. Наряду с Заикиным в тренировке «Волги» приняли участие 25 футболистов. Среди них еще два потенциальных новичка из Оренбурга и Казани, а также шесть молодых воспитанников ульяновского футбола. Все они горят желанием пробиться в основной состав и реабилитироваться за смазанную концовку осенней части чемпионата России. Напомним, поначалу волжане занимали лидирующие позиции в зоне «Урал-Приволжье». Но затем в шести матчах потерпели три поражения и трижды сыграли в ничью. В итоге четвертое промежуточное место. Ну, честно говоря, было очень обидно. Но сейчас я понимаю, что надо двигаться дальше, ничего страшного в этом нет. Шансы даже при такой ситуации есть. Чтобы исправить турнирную ситуацию, тренерским штабом намечено три тренировочных сбора. Первый из них пройдет в Ульяновске. Три недели команда проведет в спортивном комплексе «Новое поколение» и на стадионе «Старт» в Заволжье. Параллельно селекционная служба намерена укрепить 3-4 позиции. Нам не хватает такого крепкого форварда в атаке. Так у нас были там Прокофьев, остальные уровни такого футболиста. Ну, ищем. В ближайшие два дня футболистам предстоит пройти медосмотр. Затем команда будет работать в режиме двухразовых тренировок. Не исключены товарищеские матчи с командами соседних регионов. В середине февраля «Волга» по традиции примут участие в зимнем турнире в Казани. А затем предстоит ей тренировочный сбор в Турции. Михаил Сашанский, Юрий Ломатов. Новости Ульянской правды.